Уже больше пяти лет на перекрестке улиц Московская и Курчатова местные жители наблюдают вырытый котлован, торчащую арматуру, брошенные бетонные блоки, горы из деревянных досок, кирпичей и стекла. В 2014 году на этом месте начали возводить продовольственный магазин. В 2015 стройку приостановили. С тех пор рядом с территорией проходить опасно. Мостки и заборы обваливаются при сильном ветре. Стекла и мусор летят во двор. Местные жители вынуждены пробираться к дому через препятствия. Территория не охраняется, а дети нередко выбирают недострой как место для игр. Не пройти, не проехать. Лучше бы стоянку для машин сделали. Во-первых, дети туда залазят. Боимся мы это за все. Никто не убирает. Нам ходить здесь неудобно. Весной лед, того, гляди, голову разобьешь. И когда это кончится, просто мы сами не знаем, как все это надоело. Лучше бы была стоянка для машин. Обращались, три раза подписывались, с места ничего не двигается. Изломали бы все, убрали, сделали бы все здесь. Красота была какая, как раньше. Саровчане неоднократно обращались в городскую думу и администрацию с просьбой убрать забор и привести территорию в порядок. Завершить проект или вовсе его прекратить. Представители власти до сих пор не могут повлиять на застройщиков. Продолжить возведение объекта по закону невозможно. Срок аренды государственного земельного участка истек. Нужно заключать новый договор. Больше года назад проблема обсуждалась на заседании комитета. В связи со смертью одного из инвесторов решение вопроса откладывалось. Решаются наследственные дела. Для этого существует срок полгода. В январе месяце кончается и, значит, министерство Нижегородской области будет принимать решение о продлении экономики, продлении договора на аренду или, так сказать, прекращении. По словам представителей СОИ инвесторов, доля умершего выкуплена. Но по сведениям ЕГРН он до сих пор числится собственником. Сейчас Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области решает вопрос о целесообразности продолжения строительства и освобождении участка от незавершенного объекта. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.